Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Общество знания» 7 класс за авторством Котовой, Лесковой, серия «Сферы» издательства «Просвещение». Глава первая. Регулирование поведения людей в обществе. Параграф первый. По каким правилам живет общество? Вспомните, что такое общество. Общество, по сути дела, это некая группа людей, которая живет или часто находится где-то в одном месте, близко друг от друга на определенной территории. К примеру, школьный класс является примером небольшого общества. Ведь вы в течение долгого времени находитесь в классе, общаетесь между собой, вступаете в различные взаимоотношения друг с другом. У вас, получается, есть какое-то небольшое свое школьное классное общество. То есть, вот что это такое. Разумеется, общество может быть как очень большим. Общество, например, всей планеты Земля, какой-то отдельной страны, крупного города. Или, например, совсем небольшое. То есть, вот класс, например, школьный. Это тоже пример небольшого общества, где вы находитесь вместе, придерживаетесь определенных правил, «Вступаете во взаимоотношения друг с другом». Что связывает людей в обществе? Различные взаимоотношения. Они могут быть политическими, социальными, экономическими, духовными. Вот четыре вида связей людей в обществе. В каких сферах складывается взаимодействие людей? Опять-таки, это четыре сферы взаимодействия. Политическая, экономическая, социальная и духовная. Определенные правила поведения, взаимодействия устанавливаются в любом объединении людей, будь то семья, круг друзей или государство. Что такое социальные нормы? Социальные нормы – это общие правила и образцы поведения людей в обществе, обусловленные сложившимися общественными отношениями. В социальных нормах фиксируются те общественные ценности, например, ценность добра, справедливости, которые реально способны регулировать жизнь людей. Любая социальная норма имеет определенный механизм контроля над ее исполнением. Социальная норма обращена не к конкретному человеку, а к неопределенному кругу лиц, гражданам государства, посетителям супермаркета, владельцам домашних животных, жильцам многоквартирного дома и тому подобное. Всем, кто будет занимать определенную должность, заключать определенного вида сделки и так далее. Социальные нормы рассчитаны на многократное применение. И вот пример таких социальных норм. В Сингапуре человека, трижды задержанного за то, что он бросает мусор на городских улицах, обязывают убирать эти улицы по воскресеньям. При этом он надевает на себя табличку «Я на мусорю». Обычно это транслируют по местному телевидению. Естественно, что после такого мусори желание уже не возникнет. Зачем нужны социальные нормы? Социальные нормы устанавливают рамки свободы человека, упорядочивают его поведение, делая общественную жизнь в целом более стабильной. Социальные нормы регулируют работу различных общественных и государственных институтов, позволяя гражданам выстраивать свое взаимодействие с ними для решения насущных проблем. Так, полицейский, обращаясь к гражданину, обязан представиться. Органы государственной власти обязаны в течение установленного времени ответить на обращение гражданина. Соблюдение социальных норм оказывает на человека воспитывающее действие, поскольку требует от него самодисциплины и самоконтроля. Виды социальных норм Социальные нормы, регулирующие поведение людей и общественную жизнь в целом, очень разнообразны. Одни из них установлены официально и зафиксированы в документах государства различных организаций. Другие выработаны обществом, иногда на протяжении веков, как традиции, и передаются в процессе воспитания и поддерживаются убеждениями людей и силой общественного мнения. Некоторые содержат предписания о том, как следует действовать в определенной ситуации, а некоторые – запреты. Рассмотрим подробнее некоторые виды социальных норм. Правовые нормы устанавливаются государством и содержатся в различных законах, указах, постановлениях. Они отражают представление государства о должном поведении граждан, организаций. Моральные или этические нормы опираются на представление общества о добре и зле, любви, долге и справедливости. Религиозные нормы связаны с верованиями людей и регулируют различные стороны жизни верующих от рациона питания, например, Великий пост или месяц Рамадан у мусульман до представления об устройстве мира и месте в нем человека. Нормы этикета иначе называются правилами вежливости. Как надо приветствовать других людей, как правильно вести себя за столом, как вежливо беседовать – это и многое другое устанавливает этикет. Эстетические нормы отражают представление общества о красоте, прекрасном и безобразном. Их действия отражаются как в произведениях искусства, так и в одежде и внешнем виде людей, дизайне вещей, повседневного обихода, жилищ. Экономические нормы регулируют хозяйственную деятельность людей, политические – их участие в осуществлении политической власти, взаимодействия с государством. Добровольное исполнение человеком в различных ситуациях социальных норм – вопрос его совести, жизненных принципов, но оно также контролируется обществом, отдельными социальными группами, государством. Единственным модельером, внесенным в список 100 самых влиятельных людей 20 века по версии журнала Time, стала Коко Шанель, которая родилась еще в 1883 году, это 19 век, а умерла в 1971 году. Она полностью изменила представление о женской одежде, ввела в моду приталенный жакет, маленькое черное платье, сумочку прямоугольной формы на длинной цепочке, твидовый костюм с узкой юбкой и жакетом, обшитый тесьмой. До этого, до Коко Шанель, по сути, в обществе властвовал такой век 19 век, и женский костюм – это было длинное в пол платье с узкой талией, а Коко Шанель внесла настоящий, практически мужской, женский костюм с брюками, пиджаком, жакетом. До нее такого ни у кого и нигде не было. Женщины так не одевались, она была первой. Отклоняющиеся поведения. Иногда, сознательно или нечаянно, люди нарушают принятые правила и нормы. Кто-то торопится и перебегает дорогу на красный свет, создавая угрозу как собственной безопасности, так и безопасности других участников дорожного движения. Другой оскорбляет своего знакомого. Третий присматривает себе чужое имущество. Такое поведение называют отклоняющимся. Нарушение правовых норм выявляется и пресекается правоохранительными органами, а нарушитель привлекается к юридической ответственности. Нарушение моральных норм, этикета, влечет осуждение со стороны окружающих, отказ от общения с человеком и тому подобное. Нередко именно негативная реакция семьи и ближайшего окружения человека более эффективно предотвращает или пресекает отклоняющееся поведение, чем даже санкции со стороны государства. Вопросы и задания, но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании под видео. Вопрос. Что такое социальные нормы? Каковы их основные признаки? По сути дела, социальные нормы это определенные правила, по которым живет общество. Эти самые правила, социальные нормы, могут быть в самых разных сферах. Они могут быть правовыми, моральными, религиозными, нормы этикета, эстетики, экономики, политики. То есть их много. Но и тем не менее, по сути дела, это определенные правила, по которым живет общество, по которым живут люди. Основные признаки социальных норм этих правил, ну, как и у любого правила, это то, что, во-первых, оно существует. Второе. Оно довольно-таки жестко определено. То есть, есть некие нормы, и там четко сказано, к примеру, если мы возьмем самое простое, христианские библейские нормы. Не убей, не укради, не смотри на чужое, не смотри на чужую жену. Четко прописанные правила, как надо себя вести. То же самое с любыми другими социальными нормами. Они могут быть законодательными, они могут быть только в традициях, но каждая социальная норма имеет четкое определение, где четко сказано, что можно, а что нельзя. Какие функции в обществе выполняют социальные нормы? Социальные нормы, по сути, показывают, что можно, что нельзя, что хорошо в этом обществе, а что плохо, что правильно, а что неправильно. И вот здесь уже начинаются определенные различия, потому что разные есть общества в разных странах, даже у нас в России, проживают самые разные народы, и для одних народов некоторые вещи совершенно неприемлемы, а для других являются абсолютной нормой. И здесь, так сказать, уже вступают в действие те самые социальные нормы, что, например, для народов севера, там некоторые блюда, они очень специфичны. Народы севера к ним привычны, в то время как для народов, например, тех же русских, которые приехали откуда-нибудь с юга или центра страны, эти блюда могут оказаться попросту смертельными, или их запах и внешний вид могут показаться крайне отвратительными. Вот такая вот, может быть, немного примитивная, но все-таки разница в социальных нормах. То есть для кого-то одна вещь может быть нормой, для какого-то определенного народа, вследствие того, что они живут в таких условиях, для них это норма. Для других это может показаться каким-то просто кошмаром. Но разные условия проживания. Но при этом в России, например, есть правовые нормы, которые едины абсолютно для всех. То есть, например, Уголовный кодекс четко прописывает, что можно, а что нельзя, для абсолютно всех, кто есть. Какие виды норм по разным основаниям выделяют ученые? Назовите основания выделения, виды норм, дайте краткую характеристику. Но это самое простое. К примеру, правовые нормы. По сути дела, это законы, по которым мы живем. Моральные или этические нормы. Это уже представление о добре и зле. Прописать моральные нормы в законах. И это, конечно, можно, но вряд ли это будет четко соблюдаться. Потому что моральные нормы, они должны быть, так сказать, прописаны буквально в каждом человеке, который проживает на этой территории. Религиозные нормы. Это вообще довольно-таки такой сложный вопрос, потому что, когда кто-то начинает вмешиваться слишком нагло в религию, ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому, как правило, религиозные нормы, они очень своеобразны, но при этом каждый человек сам определяет для себя, придерживаются ли тех или иных религиозных норм и в каком объеме. То есть, некоторые люди открыто называют себя, например, христианами, но при этом совершенно не придерживаются великого поста. Другие, наоборот, очень строго соблюдают абсолютно все религиозные нормы. Каждый здесь определяет сам для себя. Нормы этикета. То есть, какие правила, что считается в обществе правильным, а что не совсем правильным. Именно в вопросе поведения. То есть, например, ковыряться в носу, стоя на остановке в окружении людей, это, разумеется, будет восприниматься как крайняя невоспитанность. Людям будет крайне неприятно на это смотреть и вам могут даже сделать замечание. То есть, вот по сути уже норма этикета, как правильно себя вести, чтобы окружающие воспринимали вас как воспитанного человека. Эстетические нормы. Здесь все просто. Что красиво, что некрасиво. Экономические, как и политические нормы, они уже регулируют определенные сферы общественной жизни, экономику и политику. Что называют отклоняющимся поведением? Ну что ж, это то поведение, которое не соблюдают те самые социальные нормы. Отклоняется от социальных норм. То есть, если по правовым нормам написано, что воровать нельзя, а вы воруете, или кто-то ворует, то это отклоняющиеся поведения. При этом иногда бывает такое, что в некоторых обществах складывается как бы правило, что это делать хорошо. Но на самом деле, конечно, любое воровство, неважно, какое оно, это неправильно. Ну, то же самое и со многими другими нормами. То есть, например, разрисовать из баллончика стену в только что покрашенную стену в подъезде, это отклоняющаяся норма. Потому что кто-то делал, кто-то платил деньги за то, чтобы эта стена была чистой и красивой. Потом пришли какие-то молодые ребята, которым абсолютно было нечего делать, и решили эту стену испортить. Это вандализм. С одной стороны, вроде как мелкое хулиганство, которое ничего особенного не сделало, ведь никому плохо не стало. С другой стороны, нанесен ущерб, ведь стену теперь опять придется перекрашивать. Вот тоже пример отклоняющегося поведения. Продолжение следует...